Пост 17-го Томуза Пост установлен в память о несчастьях, которые постигли еврейский народ 17-го числа месяца Томуз. Обычно выпадает на месяц июль. Традиция сообщает, что 17-го Томуза в конце потопа Ной послал на землю Голубя из Ковчега посмотреть, ушли ли воды, и Голубь не нашел пристанища для своей ноги. Также и народ Израиля, который уподобляется в Торе Голубью, не может найти себе пристанища в этот суровый день. 17-го Томуза еврейские мудрецы постановили поститься из-за многих несчастий, постигших еврейский народ в этот день. Талмуд перечисляет пять основных несчастий. 1. В 2448 году по еврейскому календарю от сотворения мира, в годы схода из Египта, всего через 40 дней после получения Торы на горе Синай, евреи построили золотого тельца, совершив тяжкий грех и долопоклонство. А 17-го Томуза Моисей, спустившись со Синайя, со скрижалями завета, увидев литое изваяние тельца и евреев, пляшущих вокруг него, не смог удержать скрижали в руках, они упали и разбились. 18. И хотя Моисей все же сумел вымолить у Бога прощение заблудшему народу, но этот день так и остался несчастливым днем, ибо грех не был искуплен полностью. 19. Второе. Почти через девять столетий сыны Израиля, живущие на земле и обетованной, снова отступили от заповедей, забыли Тору. Они поклонялись идолам, проливали человеческую кровь, и то и другое, как вы понимаете, является прямым нарушением заповедей. Были и другие, менее явные прегрешения. И в 3336 году по еврейскому календарю Иерусалим был осажден Вавилонской армией, а 17-го Томуза прекратили ежедневные жертвоприношения в храме, из-за того, что невозможно было обеспечить доставку жертвенных животных. И это было признаком надвигающейся катастрофы. В 3338 году по еврейскому календарю был разрушен первый храм, потерянность земля и свобода. Третье. Народ усвоил полученный урок, раскаялся и вновь получил свободу и землю, восстановил храм. И опять повторилась история. Люди вновь стали забывать божественные законы и установления, но теперь их грехи были менее явными, например, беспричинная ненависть. И в 3338 году по еврейскому календарю, почти через 500 лет после разрушения первого храма, Иерусалим был осажден. На этот раз римлянами. 17-го тому за римляне пробили стены Иерусалима и захватили город. И вновь за поражением последовали разрушения храма и изгнания. Чтобы увидеть какой-то из этих грехов хуже, нужно просто обратить внимание на сроки изгнаний, которые последовали разрушениями храма. Первое вавилонское изгнание длилось всего 70 лет, а второе изгнание длится уже более 19 столетий и до сих пор не кончилось. Ричина, наверное, в том, что тот, кто совершает открытый, вопиющий грех, скорее может раскаяться. Скрытые же внутренние пороки выявить гораздо труднее, потому от них тяжелее избавиться, а значит и наказание должно длиться дольше. Чтобы постепенно привести к исправлению. Поэтому 17-я тамуза – второй из постов, установленных в память о разрушении храма. В этот день была пробита брешь в стене Иерусалима во времена второго храма. При Вавилонской осаде во времена первого разрушения храма стена Иерусалима была пробита девятого тамуза. Но чтобы не перезагружать советский календарь, траурными датами было решено объединить траур по этим двум событиям. Кроме того, последствия гибели первого храма оказались для еврейского народа менее тяжелыми. 4. В этот же день, в 165 году до нашей эры, апостомос, наместник царя Антиоха, сжег Тору, поняв, что самый верный путь поработить евреев – это нанести удары к духовному достоянию. Сожжение Торы было началом гонений на еврество и одной из главных причин восстания маковеев. 5. И в пятых, в этот день, в храме была подружена статуа идола. Согласно одной версии, это случилось в эпоху второго храма и тоже было одним из деяний апостола. Согласно другой версии, Иерусалимского Талмуда, это совершил царь Иудей и Минаши, который правил в эпоху первого храма и прославился тем, что затопил Иерусалим невинной кровью и был идолопоклонником, превзошедшим всех своих предшественников. Дни, заключенные между 17-го Томуза и 9-го Ава, тоже считаются траурными. Эти три недели называются «Между тесними». В эти дни запрещено слушать музыку, устраивать торжества, в том числе свадьбы, стричь волосы, покупать или надевать в первый раз новую одежду, не начинавте и фрукты нового урожая. Если 17-го Томуза выпадает на шаббат, то пост переносится на следующий день, 18-го Томуза. Легкого постава. Субтитры создавал DimaTorzok